И так, ребятушки, всем привет, с вами снова Настя Лир, и сегодня мы с вами будем оценивать, реагировать, смотреть мою реакцию и просто посмотрим на новое обновление этой недели, а именно на новую перестройку в Фирграве. Я до сих пор не знаю, как правильно читать, но вроде Фирграве. Вот, мне кажется, что сейчас в этом месте просто очень много народу, и наверняка будет просто жуткие лаги. Я надеюсь, что мы с вами успешно смотрим, сможем, так сказать, оценить это обновленное место. Хочется сказать, что я вообще ни разу не видела обновленных, так сказать, вещей, вот, чтобы именно я видела прошлый вариант и новый, и поэтому, да, сейчас с вами посмотрим, да, я такая прям, это вся, как анголийский флаг, вот очки, поэтому, ладно, давайте уже, наверное, посмотрим на наш обновленный Фирграве. Так, где ты? Вот, нашла. Сейчас мы с вами посмотрим на это новое место, и да, кстати, на тизере он выглядел просто бомбезно, это что-то очень невероятное, и мне-то чем-то напомнило на тизере домики из Атаки Титанов, ну, короче, посмотрим, на что это похоже, все-таки действительно очень интересно. Ну, и вот, ребята, мы прогрузились, и я уже вижу отсюда что-то невероятное. Вау, офигеть, ребят, они, знаете, все в таком деревянном стиле сделали, это очень круто, это очень-очень круто, прям. А-а-а-а, блин, как классно, знаете, прям вот, действительно, что-то такое средневековое, тут всякие камушки. Вау, знаете, наверное, я сделала неправильно, потому что нужно было, наверное, с самого входа. Так, давайте я просто закрою глаза. Ну, это что-то эпичное, давайте, 3, 2, 1. Вау, вау. Очень, знаете, громоздко выглядит, потому что раньше вот этот забор, он был вроде как ниже. Видите, фонарики, я уж не помню, честно говоря, были они или нет, врать не буду, но они действительно очень красивые, и в таком особенном стиле тут очень красивые цветочки. И вообще фонарики выглядят очень, так, мне кажется, эффектно, такое впечатление, создаётся какой-то крепости, как будто это, блин, стена какая-нибудь Мария или стена Шина, короче, прям атака титанов, отвечаю. Шингейки просто радуются. Да, и знаете, вот эти вот огромные, вот этот забор создаёт какое-то такое впечатление, как будто мы реально в какой-то крепости. И, кстати, я не видела раньше вот этих штук, не вообще были, вот эти вот, не знаю, вкрапления. О, офигеть, видали, ребят, тут решётки? То есть, видимо, они имеют свойство закрываться, и действительно, мне кажется, у этого места есть какая-то тайна. Вот у нас тут лесенки, которые ведут наверх. О, я хочу туда! А мы, наверное, туда не сможем забраться, да? Мы, наверное, туда не сможем забраться. Лошадь, конечно, моя на лестницу не полезет. Офигеть, я хочу туда наверх, давайте попробуем забраться. Я, конечно, знаю, что это глупая идея, которая, собственно, ни к чему хорошему не приведёт, но... Пустите меня наверх, пироты! Не хотят они меня пускать наверх, капучи. Да, ладно, давайте смотреть дальше, всё-таки, интересно. И тут везде вот эти фонарики очень интересные. Во! Очень милая деревушка, знаете, прямо хочется сюда переехать. Даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, посмотрим. Ой, ребят, какие милые скамеечки, боже! Это просто, это реально идеально. Ты можешь, смотри, ты можешь поставить лошадку, взять, допустим, книжечку. Ну, не можешь, ну, сделай вид, что можешь. А, они что? Они не сидибельные. На них нельзя сидеть. На, блин. О, кстати, Ника. Вот, в общем, дерево очень красивое, действительно, прям очень-очень красивое. И давайте, наверное, посмотрим на конюшню всё-таки. Да, у нас магазинчик тоже обрамлён вот этими вот деревяшечками, этими брёвнами. У нас тут такая супермодная подкладка, или как это сказать, в общем... О, ребята, это тизер, прям, о-о-о, даже не знаю, как сказать, но, в общем, это просто офигенно, это действительно прям как в атаке, собственно, очень интересно, я бы хотела, конечно, чтобы быть там, посмотреть на все это сверху дело, так, окей, давайте теперь посмотрим, ну, тут мы были с этой стороны, так, магазинчик у нас тоже обновили, очень, знаете, стиль такой классный, то есть, вот тут такая дуга, как бы, ну, не знаю, но, в общем, мне очень нравится. И это у нас, как я поняла, что-то типа гостиница, потому что у нас тут есть табличка, при помощи которой мы можем переночевать, и я, собственно, уже видела это, когда только зашла. Да, это какой-то дом, у нас такой даже есть интересный балкончик, но я, как я, собственно, предполагаю, мы не можем ничего с этим сделать. И да, мне безумно нравятся вот эти вот имитации дерева, она очень классная, точнее, даже не имитация, это дерево, и тут такие прям милые цветочки растут, видно, что разработчики прям очень сильно постарались и действительно работали от графика и, скорее всего, очень долго, и вы посмотрите, даже на балкончике цветочки прорисованы очень детально, и вот эта вот корзиночка, я не знаю, это очень классно, и вот такие окна. Ребята, я не могу, мне безумно нравится это обновление уже. Так, у нас есть тут кафешечка, да, и вообще это место какое-то очень странное, с атмосферой такой специфической, и да, мне еще интересно, вот сюда мы можем сесть? О, вот сюда мы можем сесть, ва, ва, э, я сказала сесть, аааа, блин, вот, отлично. Вот, смотрите, мы можем сесть и можем вертеть камеру, что-то как-то, да, очень симпатично, конечно. Давайте встанем, все-таки виды чего-то не очень. Я предлагаю посмотреть, что же у нас тут за кафешка. Я, э, очень, мне очень нравится, что стиль соблюден, то есть везде каменные постройки, знаете, как-то дерево вот это вот, или что это, вывеска, извиняюсь, перекликается с домом, вообще с домами, потому что у всех домов фундамент каменный, и этот фонарик или вывеска, что-то это, эта вывеска тоже стоит на таком камешке, то есть очень качественно все продумано. И стульчики такие деревянные, господи, это же так мило, просто. Давайте сядем, посидим, конечно же, у нас камер кондитерская матушки Анны, боже, как это мило. В общем, да, такие деревянные стулья тоже выполнены в определенном стиле, это, конечно, просто не может не радовать. И опять же, очень интересное дизайнерское решение, что вот эти штуки сверху, это даже как-то такая, можно сказать, натуральная ограда, потому что они как бы растут тут. А, привет! Привет, человек. Вот, и тут у нас, опять же, не интерактивная штука, но мне очень нравятся вот эти вот красивые тоже дизайнерские детали. Привет, привет, давайте скажем привет. Мы же с вами, собственно, привет. Да, мне очень нравится вот это вот, как она рукой, так прям вправо-влево-вправо-влево, очень, конечно, эмоционально. Но мне действительно очень нравятся вот эти вот штуки. Видно, что над каждым вот этим зубчиком, не знаю, над каждым цветочком, на каждой просто козявочкой разработчики просто очень сильно потрудились. И тут вот у нас что-то недоеденное. Опять же, милейшие просто цветочки. Что у нас? О, давайте сядем к ним. Привет! Ой, извините. Извините, извините. Давайте сядем сюда. Во! Давайте напишем привет! Я просто сама, конечно, вообще... Сама общительность... Чё-то как-то не хотят. Ты реал? В смысле? Обново как, говорю! Обново как, алло! Эм... Э, меня, кажется, узнали! В общем, короче, меня спалили. И, наверное, это было очень странно, что ты сидишь со своим другом, а приходит Настя такая садится, типа, лол, привет! Привет! Это реально спешная ситуация. Я поняла, что ты подписчица. В общем, да. Куда они сядь, везде узнают. Да. В общем... Где мой кон? Так, что мы ещё с вами, ребята, не посмотрели? Не хочется задерж... Тааак... Я ещё хотела сказать то, что вот эта натуральная ограда... То есть тут какой-то булыжник огроменный. Вот. И вот эта вся натуральная ограда, типа, горы, тоже чем-то напоминает... Так у титанов я не могу, блин! На, привет-привет. И мне очень нравится заборчик. То есть, видите, над деревом реально хорошо поработали всякие вот эти вот текстурки. Не знаю, мне очень нравится. Так, окей. Что мы с вами не посмотрели? Мы с вами ещё не ходили вот в этом направлении. Опять же, тут такие же фонарики. И вот у нас новое, кстати... Точнее, не новое, а обновлённое интересное здание. Собственно, вот оно. Давайте, наверное, посмотрим на него поближе. Подбежим. Да, интересно всё-таки, что... Тут у нас живёт этот главный советник. Его же как? Как его? Господин Франклин? Почему я раньше не замечала, что его зовут Франклин? Да, отсылки, отсылки. Вот. И тут у нас, опять же, даже разработчики тут решили напихать миленьких цветочков. И да, кстати, ещё они изменили забор. То есть, тут теперь другой забор. А там у нас... Зачем я сюда пошла? Я не знаю, зачем я сюда пошла. Просто так. И да, кстати, вы видите этот новый листочек на моей лошадке? Я выполнила задание в долине Золотых Холмов. И мне дали эту штучку. Я просто безумносчастлива теперь езжу с ней. Такая чисто хасла. Смотрите, у меня есть эта штучка. Я такая вся крутая. Нет, конечно, не хвастаюсь. Просто мне очень нравится этот золотой листочек, как он выглядит. Так, мы, конечно же, сюда зайти не можем. К сожалению. Но выглядит прям по-царски. Знаете, вот эти вот кругляши, за которые ты хватаешься. Ну, хватался. Не знаю, что это такое. А чтобы в прошлом открыть двери. Реально выглядит очень эффектно. И тоже создаёт такую атмосферу. Какую-то средневековую. Даже не знаю. Просто тоже домики. Кстати, с очень интересной оградой. Это типа ограждение, чтобы мы не могли туда пройти. Почему вы не пускаете меня туда? В общем, да. Тут опять же вот эти домики, где живут эти бабули. Мэры. Как их там зовут? Я не знаю. И мы не можем зайти. Кстати, по-моему, мы могли зайти. Мы могли раньше зайти в какой-то из этих домиков. Потому что было задание у бабушки Анди. Мы там что-то помогали. И мы готовили в доме у этой бабушки какую-то еду. И мы могли зайти. Я, конечно, не знаю. Можно попытаться найти этот дом. Было бы очень интересно посмотреть, как они их сделали внутри. Если они, конечно, вообще сделали. Кстати, там есть второй этаж. Вы видели? Я хочу туда попасть. Блин, как туда попасть? Расскажите мне, если вы знаете. Ну, блин, я хочу туда. Ну, почему меня не пускают? Почему? Так, ладно. Не здесь у нас бабушка Анди. Нет, бабушка Анди у нас была вон в том домике. Давайте уже не будем тупить. Туда же поскачем. Ой, ой. Вот, смотрите, ребят. Мы можем зайти в этот дом. Интересно, как они решили сделать его внутри. Надеюсь, что там что-то новенькое. Да, это бабушка. Она все еще стоит там. Тут у нас есть скамеечка. Будет очень классно. Отлично. Мы можем на ней посидеть. Вот это реально круто, ребят. Потому что... Класс. Супер вид. Мне нравится. Вот. Ну, наверное, домик выглядит в таком же стиле. Тут опять же этот пирожок. Да, я же говорила, что мы готовили какой-то пирожок. С этой мисс какой-то там. Так, предлагаю зайти и посмотреть, что же... Ну, блин, а я думаю, что это интересно. Или оно все-таки изменилось. Подождите. Или оно все-таки изменилось. Потому что я что-то не помню, честно говоря. Я вообще не помню, как это все выглядело. Ну, что-то, короче, не сильно отличается от того, что было. Даже если изменили, то... Вот. Тем не менее, ребят, мы с вами вроде посмотрели все места здесь. Попускали слюни на красивые цветочки. Да, кстати, очень красивый цветочек. О, печка. Я не видела печку. Печка. Классно. В общем, да. И там еще, я говорила, люди, что там еще было какое-то место для лошадей. Да-да-да-да-да-да-да. Точно, точно. Мы же с вами не смотрели, где лошади продаются. Шо я туплю? Это же самое чуть ли не интересное. Чо я вообще вас обделяю? Мы же были только с вами на одной стороне? Вот, 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 вот. Мы же тут с вами не были. Как я могла этот момент упустить? Боже. Так, значит, а тут у нас ничего нового. Вот это тоже обновленное здание. Ника все еще стоит. Не знаю. И вот, смотрите, что... А, вау. Они реально повесили вот эти красивые штучки. Места, кстати, в конюшне освободились, ребят. Вы чувствуете? Какие-то слишком свободные у них места. То есть, тут очень, мне кажется, много места для одной лошади. Еще не вот этого бедного коняшку, который у меня есть. Если вы помните, то раньше он стоял где-то вот здесь, на отшибе. То есть, не в собственном стойле. А теперь он имеет свое собственное место. А, эти лошадки все еще стоят вместе. Почему они их ставят вместе? Почему вот эта одна, например, и вот эта одна, а вот эти двое вместе? И вон те двое тоже почему вместе? А, я не понимаю логики. Ну, в общем, это, видимо, намек на то, что нас скоро ждут новые лошадки в Фиргрове. И, честно говоря, неудивительно, потому что место большое, и тут должно быть много места для лошадей. Тут этот у нас дядечка какой-то профессор. Ну, вообще, короче, встретиться с ним мне... Куда люди вообще ползут? Боже! Хотят посмотреть на это все дело сверху. Ну, в общем, да, ребят, опять же, можно сделать вывод, что это просто... В общем, разработчики реально потрудились на славу и выдали очень-очень классный результат. Это место очень атмосферное. И прям так и хочется даже жить здесь, но я, наверное, не буду переезжать, потому что все-таки это место... Ну, вы сами посмотрите, как бы, где оно от всего эпицентра событий, поэтому, мне кажется, нет смысла сюда переезжать. Но все-таки вот эта атмосфера какая-то средневековая. Дома, опять же, чем-то похожи на титановские дома. Но, опять же, ребят, мне безумно понравилось это место. Мне вообще, как-то, знаете, мне вообще все места, которые все, что добавляют, мне все нравится. Да, в общем, вот такое вот интересное место. Я надеюсь, что вам это видео как-то помогло, если вы, допустим... Че, у меня чат все еще был открыт. Шо, я только тупой человек. В общем, я надеюсь, что вам это видео помогло, вам оно было интересно. Лично мне оно было просто безумно интересно, потому что все-таки новое обновление. Новое обновление! Да-у-у! Молодец, Настя! Отлично, ты же говоришь. В общем, это обновление просто неверо... Не смущай меня. В общем, это обновление просто невероятно классное. Поэтому, да, надеюсь, что вы тоже посмотрели, оценили. Вы можете написать в комментариях свое мнение по поводу этого места. По поводу обновления этой локации в Star Stable Online. Опять же, я придерживаюсь того мнения, что разработчики потрудились на славу. И порадовали нас новой обновленной локацией. И поэтому, да, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если оно вам понравилось, вы знаете, что вы можете сделать. У нас с вами был Настя Лир. И желаю вам удачи, счастья. И оставайтесь такими же вестелыми и милыми ребятами. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok